здорово друзья я приветствую вас на канале кроссовки нет меня зовут дмитрий титов сегодня я поделюсь с вами своими первыми впечатлениями по поводу баскетбольных кроссовок карри бренд карри 8 флоу ну или просто карри 8 от бренда степа карри для начала я традиционно благодарю российское представительство компании under armor которые регулярно присылают мне кроссовки степа карри последние годы ну и прежде чем начать свой рассказ о данной модели я очередной раз напоминаю вам что у нас начал функционировать telegram канал в котором очень много интересного не буду сильно растягивать просто подпишитесь и от вас благополучно отстану ну а мы начинаем если вы регулярно смотрите мой канал следите за сникер новостями то знаете что в этом году карри отпочковался от under armor то есть у него сейчас бренд внутри бренда карри бренд именно поэтому кроссовки имеют многочисленные логотипы карри и логотип это самих нательников они конечно же есть но их практически не видно то есть на подошве есть на название технологии знаменитая их новая технология flow который обязательно расскажу попозже интересно на самом деле достойно внимания хочу поговорить о дизайне этих кроссовок признаюсь честно когда я видел их первые снимки ну не очень они мне зашли потому что ну как говорят очень многие дизайна как такового нету на самом деле такое ощущение когда ты смотришь на фотографии смотришь да где дизайн да вроде ничего нету опять носок с подошвой на самом деле меня начало меняться о них мнение когда я увидел их впервые на степи именно черно-белую расцветку это как раз тот случай когда все просто но говорится ничего лишнего до дизайн не перегружен деталями все просто ясно и признаюсь честно мне дизайн именно стефов восьмых нравится намного больше чем многие другие модели в которых там дизайнеры якобы постарались те же и 5 харден и которые мне в принципе не зашли именно вот этим мне нравится плане дизайна даже очень нет не так скажу в плане дизайна мне они просто нравится то есть это не тот случай когда знаете там хочется смотреть и говорит ну да это лучший дизайн и в мой топ он попадает мой топ кстати вот он если вы не знаете моделей расцветок самых любимых вот он здесь можете глянуть просто приятный мне нравится как они смотрятся на ноге достаточно гармонично смотрятся и ничего лишнего никакой перегрузки деталями как-то скромно и приятно давайте поговорим о материалах внешнее покрытие за основу его взять цельный внешний носок растягивающийся из тканевой плетенки неоднократно мы видели это решение увидите да насколько он мягкий податлив легко проминается легко сгибается и обычно такие носки их усиливают снаружи там где возможен сход стопы при резких боковых остановках здесь он усилен дополнительной пластинкой это кожа я так понимаю что это натуральная кожа нам действительно очень приятная она тут на месте то есть это функциональный элемент не только элемент дизайна и функциональный честно сразу я уже буду говорить о впечатлениях плане безопасности к сожалению этого маловато то есть нужны более жесткие внешние структуры чтобы держать стопы потому что при резкой боковой остановке небольшой сход все-таки у меня происходил плетенка сама плетенка она очень приятно ну это из тех случаев когда знаете fly нет прайм нет то есть примерно того же качества как и у более именитых конкурентов никаких нареканий нету сама плетенка она бористая то есть имеется вентиляционное отверстие они зияют именно поэтому у меня нет никаких нареканий к циркуляции воздуха вентиляции в полном порядке я отбегал в этих кроссовках одну полноценную тренировку и могу сказать что проблем с вентиляцией меня никаких не было что касается внутренней навивки кроссовки выслали приятным материалом какой-то очень очень приятный текстиль я бегал в них тонких и бы носках у меня не возникло никакого натирания не дискомфорта если помните предыдущие седьмые стефы при всей своей крутости они меня вызывали дискомфорт многих этого дискомфорта не было у меня он был к сожалению именно поэтому я для себя эти кроссовки сразу же как-то исключил но я знаю что очень многие в них бегают они попали в мой рейтинг по лучшей тракции в частности интересная модель но именно из-за своей жесткости мнение не зашли тут этого нет тут нет абсолютно никакой жесткости 5 6 7 модели они очень похожи то есть них есть многие общие моменты а вот 8 есть элементы общие дизайна но в плане ощущений это абсолютно разные кроссовки абсолютно разных философий если те три модели они были о надежности а какой-то протекции об устойчивости прямо вы знаете вот где-то даже немножко перебор особенно сидимых то тут все наоборот то есть тут на скорость на естественность на какой-то на комфорт понимаете по ходу объясню в этих кроссовках то есть я сразу же их надел сразу начал них носиться и вот ощущение что в них прям вот настолько естественно бегать помню у меня много лет назад подобные ощущения возникли когда я надел crazy 8 тогда они были квитмент кейби 8 они блин казались такие комфортные нечто подобное было когда 28 джордана надел третий внутри клей в этих кроссовках тоже очень естественно бегать прямо вот настолько естественно я веню в этом отсутствие традиционные подошвы да об этом попозже поговорим что я имел ввиду когда сказал что эти кроссовки на скорость но не на протекцию объясняют при резкой остановке у меня начинал небольшой сход стопы во вторых когда резко тормозил у меня нога смещалась передне-заднем направлении если вы посмотрите задний как таковой в них номинально то есть его практически нет смотрите нету задника пятку ничего не держит поэтому она ходит туда-сюда соответствие размерной сетки мне несколько человек сказали что они мало мерят я померил меня нормально то есть моя стандартная девятка я всю жизнь беру underarmor девятку начиная даже не с первой модели задолго до того как на тельники пришли в нашу страну но задолго до того как ним присоединился ставкари я бегал в underarmor ах блин когда там царил брендан дженнингс и мне всегда была девятка всегда была девятка тут понимаете посмотрел вроде тоже нормально нигде ничего не давит впереди есть пространство но когда я резко останавливается меня пальцы большие постоянно удаляется это носок она сочной области не нравится мне вот это ощущение я пробовал затягивать но перетянул и вот всю первую тренировку я боролся с собой с одной стороны в кроссовках офигенно бегать и носиться с другой стороны резко остановился и блин сместилась стопа не знаю возможно как то я смогу в будущем это побороть возможно стоит не менее плотные носки надевать или наоборот более плотные не знаю я думаю что к полноценному обзору у меня уже будет по ним какое-то вот такое суждение я смогу сказать вообще что как победила в этом плане или не победил по первым ощущениям узнать вот я на них смотрю из-за того что у него так вот сильно хорошо растягиваются да то есть я воспринимаю их как кроссовки в которой как бы вот суппортом играть то есть это конкретно под стэфф он наденет суппорт и они на нему прекрасно налезут видимо нам с вами то же самое надо делать как я сказал про размерную сетку наверное все таки вам рекомендовал true to size выбирать но все-таки ребят лучше померите их с надеванием проблем никаких нету благодаря этой паре петелек кроссовки очень легко надеваются тем более как видите зону куда мы проникаем нашей стопой она растягивается поэтому вообще никаких проблем даже толком расшнуровывать не надо бат взял и надел легко сама шнуровка она представлены пятью рядами петельный тип как я сказал раньше к сожалению нога у меня в них немножко и ловит во время игры шнурки не развязываются что касается прочих стабилизационных структур помимо задника хлипкого помимо аутриггера да видите да внешний валик традиционных спереди снаружи для более стабильные у них определенная достаточно посадка низкая них как видите здесь еще есть пластик традиционном месте в мидсоли в середине стопы но вот видите насколько легко сгибается данная пара то есть они я не прикладываю серьезных усилий и она меня уже сгибается это к разговору о естественности то есть в плане естественности эти кроссовки прям просто бомба те кто любит как я тем будет по кайфу что касается тракции тут мы подходим главному моменту если вы знаете у этих кроссовок нет подошвы функцию подошвы выполняет материал мидсоли то есть мидсоль выполняет сразу две функции это защита стопы от ударов и обеспечивает сцепку с покрытием при резких остановках по сути функция подошвы выполняет функцию мидсоли защиту от ударов я честно скажу я не представлял как это вообще реальность делать как возможно совместить несовместимое и самое главное зачем это делать тем не менее вот дизайнеры решили сделать и я могу понять зачем потому что два момента в результате которых эти кроссовки они прям ну очень сильно выигрывают первое это тракция помните раньше не однократно рассказывал о том что самые крутые в этом плане китайцы которые изобретают вроде обычный рисунок а он прям останавливает так вот китайцы по сравнению с этим они просто сосунки я знаю вы видели фрагмент который был в начале ролика когда я не смог остановиться на самом деле это не вина этих кроссовок а это вина покрытия на котором мы играли после новогодних праздников люди помыли с каким-то средством и не смыли это средство в итоге мы блин перематерились с ребятами как на коньках катались такое количество раз сколько мы протирали подошвы я наверное за всю свою жизнь не протирал были на это был просто одище это была первая тренировка я понял что я не могу адекватно оценить кроссовки поэтому я был вынужден побегать в них еще один раз на нормальном покрытии там был тоже террафлекс резиновый но нормальный без какого-то скользкого чистящего средства и на нем ребята на нем тракция просто вообще космос я такого не видел никогда просто знаете даже страшно ты бежишь бежишь и тебя резко останавливается во первых это травмоопасно потому что написать настолько мощная тракция прям взрывная прям как будто впивается паркет как гвоздями прибили на скорости невероятное что-то никогда такого у меня не было честно так вот на вскидку вспомнить нечто подобное нет я не знаю опять же как эти кроссовки повели бы себя на лакированном покрытии потому что сейчас уже наверное не узнают так как у нас того зала не будет ребят снова я одно и то же говорю возможно к этому ролику вы уже мне поможете но на всякий случай если что если у вас есть возможность доступа в зал неважно на каких условиях непременно напишите мне в комментах буду очень признателен что касается тракции то есть я уже говорю что несмотря на то что вроде какой-то рисунок ну просто рисунок какие-то волны до рябь рябь на воде я бы так сказал ну вы знаете тракция это просто феноменально ну и второй момент это конечно естественность к которым я в принципе упоминал уже ранее более подробно тему обязательно раскрою в обзоре потому что нужно в них сильнее разбираться амортизация мне понравилось углубляться в эту тему я также не буду из прочих каких-то элементов стелька она извлекается легко основные достижения в карьере стефа карри стелька обычная из угольной крошки ничего особенного просто прослойка между вашей ногой и струбулом кроссовок по первому впечатлению как я уже сказал ранее это кроссовки которые именно для легких быстрых подвижных игроков которые не склонны к травмам если у вас есть проблемы с голеностопом то идти выше вы мимо них стороной проходите потому что настолько легко идет нога на скручивание в них и в купе с резкой такой остановкой прям очень опасно голеностоп можно вывернуть при этом они невероятно легкие не сказал я об этом очень легкие тканевые материалы я так предполагаю что это flow материал он тоже не тяжелый и потому что настолько легкие кроссовки давно у меня таких легких не было прямо воздушные легкие классные аттракты естественно просто невероятно естественно но к сожалению хромает пока безопасность посмотрим как они себя эти кроссовки поведут дальше я непременно побегу в них еще обязательно сделаю по ним подробный свой обзор вы можете быть уверены что он рано или поздно случится 68 тренировок не знаю пока сколько как только закончу сразу же вам его предоставлю ребятки спасибо что досмотрели данный ролик до конца вы знаете что нужно сделать всем вам удачи и увидимся а а а Продолжение следует...